Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил долгожданный сезон осенней охоты. Сегодня у нас сентябрь 2019 года, и в начале сентября были добыты два бобра. Вот от них железы, бобровая струя так называемая. Железы по 150 грамм, две пары, всего 300 грамм. Бобры были добыты из-под ружья на ружейной охоте. Пока не наступила зима, и водоемы не покрылись льдом, я стараюсь добывать бобров из-под ружья, то есть стреляю, когда уже водоемы покроются льдом, и бобры уже не будут выходить, я ставлю проходные капканы. Почему про это рассказываю? Много случаев, когда мне звонят люди, которые хотят приобрести бобровые железы, не зная ничего об этом, начитавшись на форумах разные статьи, наслушавшись различных заумных людей, которые сами ничего не знают. Но, в общем, бытует такое мнение, что если бобер добыт ружьем, то он якобы не мучается, выброс в кровь адреналина или чего там не поступает, и железы более эффективны. И если бобер попадает в капкан, он умирает мучительно, долго, и в связи с этим эффективность данной железы уменьшается. Я вам сразу скажу, все это ерунда. Я принимал и железы, настоенные из-под ружья, был добыт бобер, и в капканах железы одинаково эффективны, и это не зависит от того, как был добыт данный зверь. И сейчас проходные капканы, они убивают, умертвляют зверя моментально, перебивая ему хребет, позвоночник. Бобер не мучается, а умирает сразу. Так что, для тех, кто все-таки считает, и этого человека никак не переубедить, что бобер, который попался в капкан, мучается, и железа тем самым менее эффективной становится. Вот эти вот железы добыты на оружейной охоте. Так что, кому нужно, приобретайте. Сейчас на таких ресурсах, как Авито, Юла и различные другие интернет-ресурсы, реклама бобровой железы запрещена. Как только ты делаешь объявление, модератор мгновенно блокирует и пишет, что данное объявление заблокировано из-за того, что животное краснокнижное. И здесь же рядом соседние объявления, но более крупных компаний, которые также продают вяленую железу, готовую спиртовую настойку на бобровой струе, почему-то ихние объявления никто не блокирует. А простого охотника, который в сезон добывает 2-3 особи, и чтобы как-то отбить те затраты, которые он вкладывает в охоту, те же патроны, капканы, чтобы не тратить деньги из семейного бюджета и продать вот эту вот продукцию, он почему-то на этих ресурсах продать ничего не может, его блокируют. Я повторяю, что крупные компании, которые занимаются продажей железы на Авито, на Юле и на различных ресурсах свободно подают свои объявления. Так что, кого заинтересовало, пользуясь своим каналом, кому нужна бобровая железа, обращайтесь, пишите. Под видео я размещу телефон, свою электронную почту, высылаю любой транспортной компании, которая есть в вашем городе. Сам я нахожусь в городе Рязани. Раз в две недели приезжаю в Москву, так что, если вы живете где-то недалеко от Рязани, могу привезти, либо отправлю транспортной компанией. Ну, что еще хотелось сказать, кто не знает, как правильно настаивать бобровую струю, железу, на 100 грамм, если у вас железы самой 100 грамм, нужно 0,5 алкоголя. Подойдет либо спирт до 60 градусов, либо самогон, либо водка. Режете мелкими кусочками, заливаете 100 грамм струи 0,5 алкоголя, убираете в темное прохладное место и раз или два раза в день взбалтываете, встряхиваете. Через 21 день настойка будет готова. Многие говорят, что настойка должна дольше настаиваться и она будет эффективнее и ничего подобного. За 21 день все полезные вещества, которые находятся в железе, они вытягиваются. Если настойка будет настаиваться дольше, эффекта какого-то большого от этого не будет. можете настаивать ее и дольше. На выходе у вас должно получиться вот такая вот бура, бура-коричневая жидкость. Повторяю, она должна быть темная. Осадок вы можете сливать, можете оставить с осадком. Эти кусочки со временем можно отфильтровать, чтобы настойка была чистая. Так ее как бы пить, принимать гораздо удобнее. Ну, по приему, что хочу сказать. До еды, за полчаса до еды нужно раз в день, либо два раза в день до еды по чайной ложке. Чайную ложку лучше наливать, дозировку чайной ложки лучше наливать в столовую. Потому что, если вы нальете полную чайную ложку, вы обязательно прольете ее. Сама жидкость дорогая, так что жалко расходовать, разливать такой целебный, полезный напиток. Напиток действительно очень целебный, очень полезный. Кто не знает о полезных свойствах бобровой железы, почитайте в интернете, либо посмотрите в моих роликах, я много рассказывал об этом. С древних времен на Руси принимают это чудесное лекарство. Даже наш поэт Александр Сергеевич Пушкин посвятил в свое время оду бобровой струе. Еще раз хочу сказать, что это уникальное природное лекарство. Активные вещества вот этой бобровой струи резко повышают наш иммунитет, одновременно улучшают работу всех наших органов. Организм использует новые силы для борьбы с любыми заболеваниями. Если вы принимаете бобровую струю, очищает он легкие бронхи, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает работу сердца, всей кровеносной системы, активирует очень хорошо мозговую деятельность, очень полезен этот продукт как для мужчин, так и для женщин. Улучшает он состав и подвижность сперматозоидов, что значительно повышает шансы на успешное зачатие. А самое главное, что при регулярном приеме бобровой струи организм выводится на саморегуляцию, то есть просто перестает болеть. Я сам принимаю уже несколько лет, ну в год раза три-четыре. очень хорошее иммунное средство, если будете принимать его хотя бы два раза в год, я вас уверяю, болеть вы не будете. Вот такое классное средство, которое дарит нам сама природа. Ну что еще хотелось сказать? кто не пробовал, обязательно попробуйте, кто пробовал, расскажите своим друзьям, знакомым, пишите, звоните, рад буду вам помочь в приобретении. Есть вот сейчас на данный момент есть 300 грамм, охота только в сентябре, в самом разгаре будут еще железы, также есть уже готовая настойка, настойка стоит больше месяца уже настаивается, уже готова, пишите, звоните, всем буду рад помочь, всем вам здоровья, всем пока. пока.